google что происходит что за круги в полях зачем ты меня сюда привел чтобы вот здесь вот сделать круг объясни мне что за бред google я не понимаю ты меня уже не первый раз подводишь прошлые разы ты мне вообще неизвестно куда приводил часто не заставил здесь круг сделать зачем что что за бред айти департамент google в чем проблема с навигацией что за в очередной раз происходит можно сказать вы наш неподготовленный зритель мы приехали короче сегодня пикапить dodge viper 2013 года Chicago motors нам сегодня даст dodge viper 2013 года на обочине а видно вон трейлер стоит в общем давайте посмотрим какая-то машина будет сейчас зайдем во внутрь и мы вам все покажем и все расскажем оставайтесь с нами я надеюсь что вот такой вот там 2012 год crazy car так ребят я не знаю короче я очень-очень радуюсь когда вижу такие amazing car сейчас я подхожу я не знаю что это я вообще без понятия я не знаю таких значков какая-то cobra я вообще надеюсь что камера снимается вот наша кобра ой кобра вот наш вайпер ездит и мы на этой красотке сейчас сядем и поедем сегодняшний день у нас начался вполне неплохо с такой вот офигенной машинки смотрим внимательно к нам пришли гуси гусь не оценил наш вайпер он предпочел он сказал что сами трак намного интереснее как видишь он ушел от нашего сами трака пошел себе гулять гусь 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 я не понял ты чё вайпер не нравится пусть я с тобой раз да да за что ты шипишь на меня вайпер видел а вот и еще ну ну я понял я понял братан я с тобой не связываюсь иди своей дорогой вот такой вот сами трак ребят что-то подобное будет у нас на обзоре месяца через 2 мы на вот какой-то подобной машине будем с вами скоро гасать гонять я и сами трак мужик оставайся на нашем канале ставь подписку колокольчики не забывай лайкать и комментировать что ты думаешь по поводу данного контакт контента что ты думаешь по поводу данного канала пиши братишка твой голос важен и здесь он будет услышан снова рассчитались чеком давай остановимся на машине погнали белые перчатки вообще не комфортно садится я даже добавлю это ручка методы коробка ручка давай пробовать я открою оба окна чтобы звук мотора слышали все так не далка внутри машине можно перчатки снять без пафоса какие белые перчатки могут быть с вами когда я еще проедусь на машине слышно лопают так так Ребята, это Sunway, меня зовут Евгений, и вы на канале Sunway. Будьте с нами, смотрите за такими крутыми тачками. Я думаю, что будет четко. Вторая машина, что-то я про нее помню, но мало, слишком мало. Это 22-го года, Toyota Tundra. Я надеюсь, что будет что интересного показать. Но, как видите, у нас миксуются модели, что-то дорогое, что-то эксклюзивное. И что-то типа Toyota Tundra, ничего особенного. Но Tundra мы бы заберем, скорее всего, завтра. Сегодня мы явно за ней не успеваем. Ребят, прибыл на Toyota дилерку. Сейчас забираем Toyota Tundra 2022 года. Наверное, вот такую вот какую-то. Сейчас буду очень приятно удивлен, если именно этот цвет нам достанется. Мы дошли до нашей Toyota Tundra. Выглядит интересно. Интересно, очень потянуло бы ли она мой трейлер. Но, честно, давай взглянем. Tundra, Tundra, Tundra. Мишелин, резина. Я думаю, чего бы и нет. Смотря какой двигатель. Кто знает. Вау. Ну, ребят, Toyota всегда остается Toyota. И построена этот огромнейший монитор. Как она звучит? Как она выглядит? Торестает Toyota. Что? В итоге мы берем абсолютно новую машину. 13 миль на одометре. Нашел на джойстике, на пульте кнопочку. Hold. Открыть задний транк. Давай, попробуем. Фланг, guys. А обратно сделаешь? А обратно не хочет. Арбатно надо ручкой. Ребят, не забываем ставить подписку на канал Sunway. И следите за мной. Меня зовут Евгений. Я буду вам показывать, как происходят перевозки по Соединенным Штатам Америки. Какие машины мы ездим. Смотри, как интересно. Показывает только вот в этом окошке. 360 передняя почему-то не идет. Так вот. На канале буду показывать вам обзоры. Краткие обзоры машин. Так как я их вижу. Так как я делаю перевозки. Мои стандарты качества. У каждого они свои. Следим за мной. И учимся вместе со мной. Первым делом заскочил сюда. Места у нас здесь много. Я первым делом зашел в средний. Повределили мы эту машину. То есть за 300. Посмотрим, что у нас сзади. Заслели мы что-то внутрь. Так. Как я понимаю. Надо еще вперед. Потому что здесь мы тушку не закроем. Но ничего. Место у нас есть. Поэтому толкаем. Едем. На задних сиденьях. Вы знаешь. Вполне комфортно. Место есть. Сидится удобно. По высоте супер. Идем вперед. Вперед мы уходим вот так вот. При помощи наших ножек. Все. Ножду. Завел. Вот все, что я вижу. Чтобы вы понимали. К сожалению. О! Посмотри. Камера включилась. Что за прикол? Так же, как зашли, так и выходим. Вот и все. Сократили расстояние между машинками. Ну, это по-прежнему safety space, да? То есть вот так вот. Так что. У нас все будет отлично. Машины заряжены. Мы укомплектованы. Поехали в дорогу. Уже из опыта сделал осмотр колес. Давайте заглянем на сцепку. Сцепка у нас все хорошо. Провод подключен. Цепи натянуты. Все. Есть. Из опыта, что хочу сказать, что не забываем делать утренний осмотр своего, своей техники. Для того, чтобы ваша поездка была удачной, успешной и без дополнительных ремонтов. В общем и целом, на этом все. Пикап Viper. Dodge Viper 2012 года. Вы уже увидели. Пикап Toyota Tundra. Он только что был. Дальше будет автомойка. После автомойки, в принципе, вся наша дорога. Ну, и потом разгрузки. Пару еще моментов мы с вами обсудим в течение дороги. Что же мы, что именно с вами обсудим, вы увидите сами. Поэтому не будем загадывать. Поехали, погнали. Так, Blue Beckham. Смотри, становимся в очередь. Автомоечка хорошая, моются быстро. Мы подъедем к гейтам, да? То есть вот там вот подъедем. К нам выйдет менеджер спросит, какую услугу мы хотим, какой сервис нам нужен. После этого мы заезжаем вовнутрь. К нашему траку и трейлеру он подходит порядка 4-5, не знаю, 6 ребят, которые быстренько щетками, мочалками помоют нас. Это займет, не знаю, минуты 3-5. И мы оттуда уехали чистые, помытые. Что вы, в принципе, после этого увидите. Увидите облет дрона вокруг нашего чистого трейлера. Пишем комментарии. Как вы предполагаете, какая стоимость будет автомойки за нашу сцепку, траки, трейлер. То есть вы это все уже знаете. Пишите предполагаемую стоимость этой мойки. Возможно, мы как-нибудь вас вознаградим за вашу удачу и точность. Вот так, обратите внимание, моют ребята их сколько? Раз, два, три, четыре. Пока начитал четверых. Моют щетками. Ну, смотря кто что заказывает. Я буду заказывать щетки с моющим средством. Возможно, данный Сэмитрак заказал только воду. Короче, я ехал домой, они меня догоняют. Давай подрезать, вот, полиция. Безусловно, пропустил момент начала общения с полицейским. Нас остановились за то, что, да, я не знаю, просто так он захотел со мной пообщаться. Говорит, причина остановки, ты типа вилял хвостом и зашел правым колесом на белую полосу. И в связи с этим я тебя остановил, хочу проверить твои документы, хочу убедиться в том, что ты не спишь за рулем. Пообщались чуть-чуть о том, откуда машины я взял. Он говорит, что сейчас участились случаи по перевозке наркотиков в машинах. Я ему показал свой локбук, показал свои загрузки, что загрузки были с дилерских магазинов, что к частным людям я не имею никакого отношения. Но это говорит о том, что наркотики я не перевожу. Пошел проверять мои документы, пошел проверять, есть ли у меня штрафы и тикеты, но я обещал вернуться. Пока сидим, ждем. Пошел проверять. Мы дали всем письмо, который мы остановили, так что это либо тикет или сигнал. Я просто дам вам сигнал. Мы еще стараемся, мы еще стараемся, мы еще пишем сигнал. Окей, спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы для меня? Все, ты в безопасности, хорошо, сэр? Спасибо большое. Какой день? Пообщался с полицейским, ничего страшного, ни о чем не нервничаешь, не боишься. Главное, сохранять спокойствие. Пообщались очень мило, любезно, если видели даже колочком с ним попрощался. Они, американские полицейские, очень дружелюбные и милые. Главное, не наглеть, и все будет четко, и все будет просто. Хочу сказать еще раз good morning, guys. Делаем доставочку Тундры, Тойота Тундра, на территории дилерки. Дилер-шоп Форда. Почему-то на Форд привозим Тойоту. Но это окей, это не большое дело. Может быть, все будет хорошо. Да, новая машина, так что я думаю, все будет хорошо. 30 метров на даметре. Ты знаешь, сам не видел настолько белого цвета моего трейлера. После автомойки looks great. Как по мне, люди, живущие в лесу, самые счастливые люди. Посмотрите, насколько это красиво. Спасибо. Я ваша транспортная двигатель. Я вам сообщаю, что я буду в 20 минут в вашем месте. Это нормальный час для выставки ваших машин? Да, просто приезжай сюда, когда ты можешь. Я буду в外側. 20 минут, и я буду там. Хорошо. Спасибо большое. До встречи. Все будет круто. Так. Sorry. Субтитры сделал DimaTorzok У него еще Dodge Charger стоит и Toyota Yaris. В общем, еще один довольный клиент. Сделали все вовремя, качественно и быстро. Вы это увидели в нашем ролике. Обращайтесь к нашей компании за перевозками. Мы сделаем все качественно, быстро и недорого. Данным видеороликом вы увидели шикарнейший Dodge Viper. Клиент сказал, что клиент сказал, что он ему обошел в 160 тысяч долларов. Это было вместе с доставкой, вместе с тюнингом, вместе с полерами, вместе со всем, со всем, со всем стаффом, которые вы видели на этой машине. Это все ему вышло в 160 тысяч долларов. Это все вышло в 160 тысяч долларов. Новенькая Toyota Tundra 2022 года и 2013 года Viper. Dodge Viper. Пишите в комментариях, какая из машин вам понравилась больше. Также не забывайте комментировать, рассказывать, советовать, пожелания писать о том, как лучше сделать наши видеоролики, чего вам не хватило в этом видеоролике, а чего было в излишке. Может быть я слишком много разговариваю или вот такие вот кадры не вовремя вставляю. Может я слишком много разговариваю. То есть пишите, пишите и вам воздастся. На данном канале мы уже с вами не впервые встречаемся, сейчас мы идем забирать Volkswagen Atlas и надеюсь мы дальше успеем забрать Audi A3, потому что нам туда ехать полтора часа, а не закрывается в четыре. Сейчас два часа, надеюсь мы сейчас все быстренько сделаем, хотя уже если честно сомневаюсь. Итак, Volkswagen Atlas, Audi A3, в этом ролике вы это увидите. Будем делать хороший контент. Летим, спешим, целую. Короче, забежал я на этот аукцион, он мне дал вот такую бумажку в конверте и сказал иди наверх и налево. То есть нету никакой конкретики, где эта машина находится. А мы очень все... О, смотри, белый. Как вы думаете, это Atlas? Ребят, помогайте быстрее найти. Пишите, куда? Налево, направо, где вы ее? Кто-то зрячий мог давно уже сказать об этом. Ап, смотри, беленький. Давай, это наш. 3685. Так, 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 на машине. 3685. Это наш, ребята, это джекпот. Быстренько, быстренько, быстренько. Ключи в машине, отлично. На машине 47892. Стартуем инспекцию. Я сказал, стартуем. Смотри, диски целые. По крайней мере, я так вижу. Здесь. Что-то здесь. Давай добавим инспекцию. Опа. Видно. Так. Внутри, можно сказать, чисто. Пробег я вам показал. Здесь двери. Что-то такое мелкое, незначительное. Здесь диск. Посмотрели целый. С угла фара запотевшая. Смотри, поцарапанный. Я не знаю, задний бампер. Вон там, вот внутри. Давай покажем, что в багажнике. А в багажнике у нас, могу сказать, ничего нет. Тут чуть-чуть сарапки. Так, крышка, крыша, крыша. Целое. Это диск. Целый. Та-да-да-да-дам. Что? Вот здесь вот, не знаю. Смотри, вот здесь вот вмятина. Так. Это диск. Целый. Бампер ударенный. Поломанный. Поцарапанный. Вот такой вот у нас АТУС. У нас есть 5 минут, чтобы отсюда выбежать. Загрузить машину в трейлер. И уехать отсюда на следующую доставку. Точнее, извините, на следующий пикап. Мы 100% успеем. Успеем забрать Ауди. Забираем Ауди. И там мы с вами пообщаемся. Будет время. Смотри, сейчас бросили ее посередине. Потому что мы спешим на другой пикап. Все вышло хорошо. Что нам нужно сделать? Застрапить. Давай застрапим наискосок его. И мы полетели на следующий пикап. Смотри, я проложил уже маршрут. Мы успеваем. Мы будем в 3.40. Нам нужно быть там до 4. 82 мили проехать. У нас топливо на 102 мили. Извини. Топливо на 108. А надо проехать 82. Все, курточку снял. Потому что я, видишь, побегал. И смокрел. Знаешь, это такая интрига. Это такое внутри внутреннее переживание. Я уже, смотри, 1 миля до пикапа. 1 миля в бедсобаке. Ну, в дизель-баке. Не знаю, как правильно называть. Дизел-танк вообще по-английски. Нервы на пределе. Доеду, не доеду. Сейчас вот светофор впереди. Остановлюсь на красном. Заведу. Ну, поедет ли дальше машина. Либо она заглохнет. То есть, я не знаю, следите за мной. Это истерическая улыбка. Потому что реально у меня нету с собой дизеля в канистре. Я думаю, вы понимаете. Накал страсти растет. Чем ближе к точке прибытия, тем меньше топлива остается. Тем больше я нервничаю. Тем больше я переживаю, что что-то идет не так. Дело в том, что с места, где мы забираем машину, нам надо будет потом добраться до заправки. Таким чудо-образом получилось, что канистра, которая должна быть у меня дизельная, заполненная, она у меня пустая. Потому что я понадеялся на свою удачу. Понадеялся, что у нас такой ситуации не будет. И вот именно так и произошло. От чего пытался откреститься, то и происходит. Не будьте такими же безответственными. Дизельная канистра должна быть всегда в вашем беде. Полная. Придумайте слово, каким лучше это характеризовать. У нас, назовем emergency situation, аварийная ситуация, экстремальная ситуация, ребят. Когда забрал Atlas, я вам сказал, что нужно проехать 82 мили. Топлива нам хватит на 108. Но есть один нюанс. У нас в трейлере появилась машина. И мы, назовем так, не на ровной местности. У нас то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. В общем, мне осталось до пикапа Audi A3 всего лишь 8 минут. Но есть следующий прикол. Нам нужно проехать 4,5 мили. А топливо у нас на 4 мили осталось. В общем, держите кулачки. Audi A3 353. Мы успеваем. Вот наша дилерка. Мы заходим. Огненная тачка Audi A3. Я уже сделал ее обзор. Сейчас для вас покажу еще раз. Смотри. Может и целая. Вопрос к вам. Что вы видите под бампером? Целый ли бампер царапан или нет? Колесо визуально оно спущено. Сейчас я отъеду отсюда и буду знать. Так. По внешним данным. Диск цел. Царапин не видно. Вот. Смотри. Это скол. Так. Вот царапина. Вот. Вижу царапина. Крышка багажника вроде целая. Крышка крыши. Побываю стекло. Снизу. Вроде все хорошо. Диск целый. Так. Вот здесь вот какая-то царапка. Вот здесь вот скол. Вот здесь царапка. Царапка. Смотри. Что-то непонятное. Непонятно. Алло. Что-то здесь было. Так. Листики. Вот здесь вот скол. Так. Смотри. Диск поцарапанный. Здесь вот. Все идет. Тоже царапина можно назвать. Так. Смотрим внутри. Данная машина 65-955 пробега. Но и она продалась за 18 736. Это девятый месяц, пятнадцатый год. Ребят, скажите, пожалуйста, вы в вашей стране, либо даже для Америки. Считаете ли вы это нормальная цена 18 736 или это дорого? Это, кстати, before tax. То есть сверху еще такси приходит. В багажнике у нас коврики, запаска и аптечка. Сейчас мы будем из нашего трейлера выгружать тот Atlas, потому что хочу на нос трейлера поставить более легкую машину Atlas, чтобы стоял на акселях. Так, смотри, я открыл Volkswagen, посмотрите, как он стоит. Стоит он вроде бы все так же. Наш Volkswagen. Но меня просто сметило в этом трейлере. Почему я пошел смотреть? Опять же, было испуганно. Потому что здесь вот выпал болт. Да, вот такая вот история с этим, с этим всем. Эргономика. Сегодня оттуда выпал болт. Ночью у нас я ремонтировался. Нету инструментов, поэтому прицепил эту конструкцию на скотч. Скотч, скотч, скотч. Ну что было, то и цеплял, ребят, честно. Так как мы спешим на доставку, поэтому, ну что было, то и сделал. Это сейчас я могу себе позволить поехать в Home Depot, купить шуруповерт, купить шурупы и закрутить это все. Продолжаем разгрузку и погнали. Так, едем мы в Чикаго. Да, вот начали мы с Кенсильвании, будем мы в Чикаго. 477 миль. За данную машину нам заплатят 600 долларов за 477 миль. Это хороший прайс. Первая машина, которую мы взяли, у нее... Нам надо проехать 457 миль за 500 долларов. В целом? В целом. Можно сказать, что... Давайте. Эта машина идет где-то за доллар 20, да? Я округляю. Вы себе хотите, считайте калькулятором. А вторая машина идет за доллар. Поставил навигатор до ближайшей заправки. Как я говорил вам, у нас ноль. У нас ноль на одной трепи. Я надеюсь, что мы доедем до чего-нибудь и заправимся. Не, нихуя. Не знаю, кому как, но я что-то посчитал, что моя идея очень хорошая. Я остановился на миддлайн. Сейчас возьму вот эту вот канистру и просто скажу на заправку. Зачем мне рисковать, если я могу вот так вот на миддлайне, на аварийке оставить трак, дойти вон до заправки? Это близко. И не создаю никому никаких проблем. Потому что если я тормознусь на светофоре и заглохну, Ну, извините, это уже не очень хорошо. Поэтому я посчитал, что вот так вот будет намного актуальнее. Дошел. Главное, чтобы у них был дизель. Так. На АВИЖУ надпись дизель 525. В принципе, мы это видели уже с вами раньше. Вон зеленый пистолет. В принципе, простой. Пистолет достал. В эту штуку вставил. Здесь нажал. Дождался нули. И погнали. Так. Грубо говоря, нам нужно, чтобы было 5 галлонов. По цене 525. С полной баклажкой. К нашему траку. И все наши проблемы на вот этой вот канистре будут окончены. Вот так вот. Вставив туда. Оно потихонечку капает. Канистру мы залили. Возвращаясь на заправку. Тут снимать нечего. Мою руки. Хожу из трак. И мы едем. Я только что видел, он мне написал. А вот наверху. 44. 5 галлонов. Залил 44 мили. Теперь приду на этом. На 5 галлонах. Фух. Мы победители. Это наш Lucky Day Sunway. Фух. Ребят, ситуация такая, название нарочно не придумаешь. Я буквально сегодня пересматривал видосы из нашей, скажем так, библиотеки картотеки. Ну, из предыдущих периодов, которые мы снимали, монтировали, выкладывали. И как раз было ощущение, что немного скучно, немного пресный материал, что возможно вам скучно смотреть данные видосы. И я думаю, блин, надо побольше добавить спецэффектов в эти ролики. Больше каких-то эмоций, красок, трэша, движений, действий. И сегодня как раз именно тот день, когда мысли сошли с реальностью. То есть это просто crazy. Crazy! Да, сейчас пока 8 галлонов, но я так понимаю, что мы зальем... Ты знаешь, наверное, я остановлюсь на десятке и залью на другой заправке, где будет чуть-чуть дешевле. Все-таки математика есть математика. Ну, в общем, наш материал получился сегодняшний очень интересный. Машинки мы везем, вы видели по карте, всего лишь порядка 7 часов. То бишь завтра утром уже будет доставка. Сейчас 6 часов вечера. Мы ничего не ели, у нас пустой бензобак. Мы сюда ели, заехали. Мы ели, нашли какую-то заправку, где можно взять дизель. 12 галлонов. Я думаю, это вполне достаточно на данный момент. 12 галлонов. Помните, 5 галлонов я залил. Это было достаточно, чтобы доехать, проехать 44 мили. Сейчас в тем 25, что оставалось, в 23, что оставалось, еще 11 галлонов. Это... Но я надеюсь, что... Я надеюсь, что у нас сейчас скажет, что у меня есть почти на 100 миль проехать. А мне нужно проехать всего лишь 50 до нормальной заправки. Там, где можно заправиться на большой машине. Так, смотрим. 140 миль. Все. Трэш-контент. Сегодня ставим лайки, подписки и ваши комментарии. Заезжаем на Плазу. Здесь можно... Не знаю, и умыться, и перекусить, и заправиться, и переночевать. Сейчас у нас получилась заправочка. Вот, 36 галлонов, 185 долларов. Поехали дальше. Надо придумать, что мы будем кушать, как я сказал. Сейчас зайдем вот на эту ростерию. Припаркуемся, сходим, помоем руки. Может быть, что-то найдем на этой заправке. И, возможно, мы подумаем, куда бы нам поехать. И что мы сегодня будем кушать. Что-то я в целом пытаюсь сделать. Я пытаюсь показать перчик, который я вчера приобрел. Очень даже вкусный. Похож. Ну, вот такая вот картина. Бать, я нормально? Нормально. У нас вот сейчас мы едем до доставки. То есть мы сейчас едем на доставку в Volkswagen Atlas. Кто помнит, 2019 год? Я уже не помню. В принципе, на доставке мы с вами еще посмотрим вокруг. Потому что на пикапе у нас не было времени. На доставке нас никто никуда не гонит. Потому что у нас будет так называемый night drop. Это когда ты приезжаешь, а там закрыто. Тебя не ждали. Ты просто выгружаешь машину из трейлера. Паркуешь ее в безопасном месте. Ну, грубо говоря, это дилерская. То есть мы ее паркуем на парковке дилерской. Должен быть такой биофокс, почтовый ящик. Где можно будет бросить ключи. Если не будет такого почтового ящика, мы оставим ключи в бензобаке. Под крышкой бензобака. Ну вот, делаем доставку в Volkswagen Atlas. Обещал вам что-то про него рассказать более интересное. Я надеюсь, что будет. Что вам рассказывать. Мы вот здесь вот паркуемся. Смотрю в полосы. Паркинг. Закрываю окошко. Вот у нас есть место. Где наш дрон? Ребят. А, вот он. Помыхайте ему ручкой. This is my way. Sunway. Так, вот Volkswagen. Мы доставили с ним. Все в порядке. Смотри, что мы делаем. Мы сейчас сделаем инспекцию. Еще на доставке. То есть пофотографируем машину вокруг. После чего здесь есть вот такой вот night. Для ранних птичек. То есть берешь вот такой вот конвертик. В этом конвертике нужно заполнить информацию касательно этой машины. Скорее всего, где взял. Потом вовнутрь вложить ключ. И поставить в этот почтовый ящик. Все. Вот такая вот задача у нас стоит на Volkswagen Atlas. Очень жаль, что я уже вынес дрон. Сейчас бы мы могли снять это на видео сверху, как открывается крыша. Не хочу запускать, ребят. Next time. Так. И было сказано, что это очень медленный процесс по закрыванию. Давай поменять. Ага. Все. А что со шторкой? Для шторки есть отдельная кнопка. Достаточно. Я не знаю. Я смотрел видео обзор на Volkswagen Atlas. И там человек возмущался, что эта штора медленно двигается. Но, ребят, кнопка есть. Кнопку нажал. Оно себе пошло. Вообще не вижу никакой проблеми. Закрываем. Она закрылась. На этом мы закончили. Машина укомплектованная. Машина отдана. Едем теперь на доставку Audi. Давайте посмотрим. Audi у нас уже будет в Иллиносе. Нам туда ехать. Еще два часа. Газон вроде бы чистый. Да? Ты меня видишь? Видишь? Погнали. Что у нас из этого получится? Пишем. Сколько вы насчитали? Напишите мне. Честно? Что сказать? Для первого раза, наверное, это неплохо. Лично я насчитал 40 раз. Есть одышка. В общем, я прошелся по кругу. Посмотрел на это все со всех сторон. Парковки нету. Вот. Ду на тентер. Скажу, что здесь стоят одни из лучших дилеров. Вот. Здесь постоянно берем что-то. Сервис-центер. Ну, что-то очень дорогое, шикарное. Идем на ту сторону. Посмотрим, есть ли возможность еще ночного дропа. Но, походу, ночной дроп здесь отсутствует. Что можно сказать? На этом, получается, наша работа не заканчивается. Сегодня, к сожалению, мы не смогли сделать доставку. Сегодня воскресенье. На часах, два часа дня. Едем в гараж. Едем домой. Доставку будем делать уже завтра, в понедельник. Других вариантов нет. Для вас сюжет еще не закончился. Также вы увидите те манипуляции с трейлерами, которые у меня запланированы на сегодня. Манипуляции с машиной. То есть, у нас будет перезагрузка этой машины, этой Ауди, с этого трейлера в другой трейлер. Я думаю, что момент будет интересный. Потому что, помимо Ауди, мы еще возьмем с собой рам 2 500. Смотрите, следите за каналом. Привет. Слушай, я сейчас вот на небольшом таком традиционном отдыхе. Но я знаю, что ты сейчас будешь смотреть данный видеоролик. Это про доставки машин, кархолинг. Я уверен, я... Ну, тяжело сказать уверен. Я уверен, что тебе это должно понравиться. Почему? Потому что я старался. Я старался делать интересным для тебя. Поэтому посмотри, пожалуйста. Подпишись, напиши свой комментарий и не забудь лайкнуть. Спасибо. Для меня это важно. Так, ребят. Сейчас, короче, забираем хонду CR-V 2010 года. Я вставил в него ключ. Кстати, это я не увидел. Следующее, что мы смотрим. Смотрим внутри. Внутри нам нужен одометр 147 тысяч. Количество ключей. Одна штука. Ну и встав. Человек нам решил еще докинуть велосипед. Я сказал, что это не есть проблема. По желанию водителя. Утро на доброе, солнечное. Sunway. Сейчас мы находимся на территории Тойоты. Тойота дилер-центр. Сейчас мы здесь заберем новенькую RAV4. Загрузим в трейлер. В принципе, все вы сейчас увидите. 9-9-4-4. 2-5, 9-9-4-4. Окей. Что она не отдает жизни? Так, смотри. Я хочу начать со сканирования ВИН-кодов. Процедура не самая хитрая. Так вот по кругу ходишь, фотографируешь диск, получается, фотографируешь крыло, фотографируешь дверь. Если видишь какие-то царапины, обязательно их фотографируй вблизи. Так ты смотришь на крышу. Что еще? Если достаточно темно на улице, включай вспышку. Делай больше фотографий. Делай его, допустим, заднюю крышку. Раз, два, три, четыре фотографии. Тебе никто не запретит сделать много фотографий. Ты сделаешь, фоткаешь, смотришь. Ты должен тебя максимально безопасить. Ты должен увидеть все царапины на этой машине. Ну, ничего особенного лично для меня. Не знаю, машина есть машина. То есть у каждого, я всегда говорю, у каждого свой опыт. Каждому что-то нравится, что-то не очень. Лично я ко всем этим машинам отношусь как машина. Машина есть машина. Цель ее довести, доставить, выгрузить. Иногда, иногда есть еще рабочая машина. И у моих рабочих машин, или у моей рабочей машины, выполнить определенные обязательства. Да. В нашем случае это дотащить трейлер с машинами. Так, смотри. Машина в трейлере. Достояние между машинами шикарное. Эту манистратуру. Сейчас мы пострадаем грейдик, рыссо, шелостоп, и зальник, рыссо. Хочу вкратце рассказать о сегодняшнем утре. Что у меня с настроением, если кто спрашивает. Дело в том, что я утром обычно такой вот достаточно скромный. Не сильно люблю разговаривать по утрам. Все зависимости наше, как звезды сойдутся. Как выспался. Ну, лично сегодня настроение не очень. Голова гудит. То есть спал, было жарко. Спал в этой машине. Машина, честно, мне, назовем так, мне было лень разобрать весь тот хлам, что там сзади лежит. То есть что-то там надо выбросить, что-то нужно оставить. Вроде бы здесь даже в машине есть надувной матрас. Специально для вот таких вот поездок. С утра, как вы видели, мы забрали машину, сделали пикап. Там проснулся, приехал, забрал, загрузился, застрапил. Еду сейчас вот на заправку. Хочу сделать полный бак. И потом буду ехать от полного бака до полного бака. То есть это где-то между остановками будет приблизительно 3-3,5 часа езды. Приветствую вас в Волмарте. Сегодня мы пришли приобретать вот такой вот деп. То есть это специальная, как говорят, по-нашему ночевина. Это чтобы было меньше выбросов в атмосферу. То есть мы его приобретаем. Почему в Волмарте, почему не в заправке? Потому что в Волмарте, ну не то чтобы в Волмарте, но вот такой вот бутылочный, считается более качественный. 15 долларов все равно за банку. Здесь 2 галлона, 9,46. Я думаю, 6 банок будет достаточно нам на месяц. Поехали. Дождь, он и в Африке дождь, да? О, слушай, салат прикольный с яблочками. Яблочки, морковка, шпинат. Вообще он меня бесит. Вот курица, орешки, сыр с плесенью. Жалко, что он, конечно, в куском пойдет. Всем приятного аппетита. Всем доброе утречко. Доставляем наш РАФО. У него 1000 миль на одометре. Нет царапин. Не знаю. Но в крач, ноу-дамедж. Все, что было, тут белая поли роль какая-то. Вот такой вот он. Все с ним у нас замечательно. Замечательно. В салон. Мелетч. Кстати, я не обратил внимания. Это кожа. Все, побежали вот в такой вот Toyota Mike Johnson. Что ты хочешь от нас? Машину, мы просто дропнули и уехали. Умейте. Могете просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Да, сэр. Это Юджин. О том, что ваша CR-V. Я буду стоять в 10 минутах. Ты еще ждешь? Да. Окей, увидимся. В 10 минутах я буду стоять в вашем адресе. Хорошо, спасибо. Вы тоже. Только что переговорил с клиентом насчет доставки Honda CR-V. Сказал, что буду через 10 минут. Это, если помните, ночной был пикап Honda CR-V с небольшими дентами и велосипед нам дали перевезти. Я надеюсь, что в трейлере она стоит с ней и все хорошо. Почему надеюсь? Потому что я последних 5 часов еду без остановки, не заглядывал, не проверял страпы. Поэтому надеюсь, что все там по-прежнему отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас сделаем распаковку, распаковка у нас сидит с 3 коробок, ножки не удалось, но думаю, что не пригодится, достаточно есть ключи. По инвульсу. Какой-то мой подарок. А, как-то паритен 32. А я думала, сова. Вот это самое тяжелое. Так, я думаю, что это что-то. Давайте откроем все остальное. Будем изучать. Смотрите, надо установить на телефон, оно мне установлено. Просто мне нужно привязаться, поэтому сейчас будет пауза. В общем-то и все, покидаем дом, едем в аэропорт. Дальше уже будем видеть. Американские аэрлайны. Американские аэрлайны. Пошли на процесс. Что у нас тут видно? А, вот. Гейт 10A. Надеюсь, что когда-нибудь эти маски уже можно будет снять, даже в аэропорту. Идем в наш гейт. В общем, не затаило никаких интриг, сюрпризов, кроме того факта, что не получилось снять хорошо распаковку. Не то, чтобы не получилось. Ну, во-первых, да, я снимал ее достаточно тихо, чтобы не мешать моим соседям. Второй момент, это то, что я не смог, не проконтролировал. Я даже не знаю, какие правильные слова прибирать. Короче, одна из коробок во время распаковки видео не велось. Поэтому распаковку я произвел, на камеру не снял. Она находится вот в сумочке. Тот дайджест гаджет, который мы приобрели. В принципе, распаковка была несложная, поэтому я вам покажу уже в гостинице, что это. Как этим пользоваться. Заставили, короче, вот так вот комбинироваться. Вторую сумку засунул в сумку. Иду вот с двумя сумочками. Давай, скажем так. Те, кто меня знают, знают, что у меня привычка сюда бедно опаздывать. Поэтому не было такой пары. Поэтому мы только вышли с такси и сразу же зашли в самолет. Все. Мы поднимаем наша первая посадка. Сейчас час ожидания и летим дальше. Надеюсь, что все это почитали давно, еще в начале ролика. Но если кто невнимательный, то мы летим в Майами. Следующая наша остановка именно Майами. Там мы будем недолго. В этот раз мы транзитим. Мы прилетаем, берем там машину и двигаемся дальше. Нам нужно еще месяц отъездить. В принципе, наверное, уже ближе к этой машине я буду рассказывать, почему мы меняем машину. Что случилось, что не так с той, что у нас было. Все прикольно. Короче, тот же самый пилот самолета стоит в очереди с нами. Так, собрали. Вопрос. Что дает красная кнопка? Как говорил, так я захожу в последний. Здесь все уже люди здесь. Я что-то заговорился за телефоном и не увидел, как все зашли. Куполь номер два. Летим на втором самолете. Снова возле окна, только уже с другой стороны. Как бы прикольно. Залетели, все хорошо. Просто слишком много туч. Туч, облаков. Короче, встретимся на посадке. Не могу приблизить, но можно отметить, что первый, кто встречает нас, это Пальной. Выйду поближе и покажу. Добрались в прохладный аэропорт. Сейчас нам нужно такси на выход. Сейчас, короче, идем на выход. Максимально добираюсь до выхода. Там заказываю такси. Не делаю это заранее, потому что обычно я могу заблудиться. Хоть и читаем все вот эти вот знаки, где выход. Но я предпочитаю делать по-своему, то бишь добравшись до выхода, вызвать такси. Ожидание займет немного, потому что аэропорт это, сколько, три минуты мне придется ждать. Если закажу заранее, то это будет простой. Мы идем. Забираем машину. На машине добираемся до гостиницы. Заселяемся в гостиницу. И после этого мы уже можем себе позволить чуть-чуть погулять. Сегодня у нас выходной. У нас никто не будет. Давтра будем спешить. Ты знаешь, добравшись вот сюда до кучи людей, я могу сказать только что-то не то, не туда пришел. Ну вот, читаю надпись. Ждем автобуса, ой, не автобуса, а трейн, это трамвай. Метро, вот, скоростной поезд, пока вспомнил. Вот чем пропустил свою остановку. Мне нужно выйти на ДР2, Station 2. Я просто пытаюсь, знаешь, и вам записать историю, и сам не пропустить свою остановку. Но вот, когда отвлекаешься, соответственно, едешь мимо. Ну, вот такие вот истории у меня. Вот мы играем на транспорте, блин. Пока ждем водителя, вот открыл информацию. Блин, ну я не знаю. Надо посмотреть какой, конечно, это год. То есть, не знаю, будет ли оно соответствовать картинке, но я очень надеюсь, в Америке, в принципе, всегда так соответствует. Нет. Ни хрена это не Мерседес, который должен был быть, но будет Тойота. Так, вот наш трактор. Так, ребят, быстренько рассказываю. Сейчас вот забираю вот этот вот фордец. Большой дисплей. Готов. В общем, выезжаем просто с парковки и ищем гостиницу. Пока наш план такой вот очень плавающий, мы его формируем по ходу действий, по ходу событий. Первое, что мы сделали, прилетели, машину взяли, мы на коне. Да, я на коне. Завтра утром просыпаемся с рассветом, с первыми пятухами и идем. Идем плавать. Как минимум, ребят, давайте потрогаем воду. Потрогаем воду и посмотрим, как нам нужно жить в Майами на первой линии. Что можно сказать, мир больших игрушек, да, ребят? У кого-то... Кто видит, что это? Шевролет? У кого-то рам? Кто-то сидит на форде. Идем прогуляемся. Спросим, пообщаемся, может быть, есть места. И заодно узнаем, что будет по парковке. Наша первая пальмочка за сегодня вблизи. В общем, открою снова этот букинг. Нет этого бешёвого билета. В общем, вот наш хоутель. Вон уже прямо оушен дует нам в лицо. Идем искать нашу двадцать четвертую комнату и потом придем переоденеться и прогуляемся по чему-то району. На себе. Синя-то, ма-синя-то. Ребят, я считаю, по-моему, я заплатил 129 долларов за этот номер. Конечно, это дорого, безусловно. Заходил на букинг, было там что-то за 60 долларов. Изначально мы видели за 50, а то и за 43. И картинки были соответствующие такие же. Но не факт, что мне бы дали такую комнату. Это первое. Второе, безусловно, с онлайна заказывают намного дешевле и это намного выгоднее. Я решил, что сегодня, первый день в Майами, первая ночь в Майами, можно себе разочек позволить номер близко к океану. Царь во дворца, царь во дворца. Рассказываю, да, открыл коробку, в коробке была сумка. Я не думаю, что это самое интересное, но, в общем, вот что нам интересно. Наш агрегат. Дальше у нас и идет джойстик. И мануал, который мы как любезно не читаем, хотя надо больше посмотреть. В комплекте провод питания. Без понятия какой-то провод. Блочок. Тоже DJI. И вот такой вот сет из батарей. То есть у нас одна батарея в самолете. И весь здесь. Угу, согласен. Слушай, я аж здесь чувствую. Так, это, походу, поворачивается. Так, этот убийца смотрит на нас. Вы видите? Так, это назад. Это вперед. Стой на месте и не двигайся. Забираем наши последние вещи. Быстрый осмотр. При свете дневном. Как мы за собой это все оставляем. Я надеюсь, мы ничего не забыли. Вот так вот мы сегодня выглядим. Шорты. А, ну да. Что я так вот сказал. Шорты, веселая футболочка. Как вам наш солнечный путь, ребят? Солнце вокруг. Взлет. Я, наверное, должен добавить, что утро у нас шикарное. Утро замечательное. Наверное, наверное, оно того стоит. Я имею ввиду Майами. Жить здесь. Жить на берегу океана. Вы видели? Мы были на второй линии. Первая линия, кстати, можно сказать, относительно не намного дороже. Это здание сзади меня. Первая линия стоила на 50 долларов дороже. То бишь, оно стоило 175 долларов. То, что я арендовал, мне обошлось, я так и не выяснил, но, кажется, 129. Возможно, не получился мокрый, потому что я вышел и сразу использовал полотенце. Но, можно сказать, голенький. Слушайте, я в первую очередь удовлетворяюсь себя. Поплавал, кайфенул, пошли дальше. А, смотри, какой красивый вид. Масоровоз. В общем, еще один. Чуть-чуть трикулерный. Просто хотел показать, что корветов в Америке большое количество. Вы это увидите на нашем канале, вы увидите это просто проезжая по дороге. Как видите, корветы американцы любят из большого количества. Интересно, как она выглядит по ту стороне экрана. Нравится ли вам? Все ли мы правильно делаем? Ставьте свои комментарии, лайки. В первую очередь, комментарии. Лайки – это уже второстепенно, если честно. Благодаря вашим комментариям я ориентируюсь, правильно ли я делаю, правильно ли я снимаю. Поэтому они мне очень важны. Холливуд, он Артур стрит. Флорида. Все как с картинки, как будто бы с видосика какого-то. Как будто бы я, участник какого-нибудь голливудского фильма, стою на берегу океана на фоне этих пальм. Я вот подхожу к этой пальмочке, чтобы показать, как все-таки растут кокосы. Не на вот таких вот маленьких, а на вот таких вот, ребят. Вот огромное дерево. Согласитесь, оно огромное. Да, то есть даже вот на вот этом вот маленьком, ничего не растет. А вот здесь вот, дайте немного кокосов. А, вот, в принципе, смотрите, они уже опавшие. Не было бы забора, я бы зашел. Вот, может, смирить. Люди их просто, не знаю, они, может, не вкусные. Ну вот, вот так вот, Майами, Флорида, Пальмы. Welcome. Есть хорошие ребята, мастера, мастера. Называется они Good Ok Co Corporation. После Бегишил Repair Shop. Загнали мы сюда рам на замену масла. Также диагностику колодок, диагностику ходовой части, в принципе, просто диагностику машины. Нам сказали, что через час все это будет готово, через час мы вернемся и заберем наш рам. Дальше по плану автомойка и круговой обзор. Сейчас, чтобы вы понимали, у нас прогулка. Прогулка в неизвестном городе, неизвестной локации, без предварительной подготовки. О чем это говорит? О том, что я не знаю, где мы и что мы сейчас будем делать. У нас есть час времени. Давай попробуем что-то найти веселое. Есть Google, есть телефон и мы в пути. Оп. И убежала. Дайбись. И как раз камера включилась. Все во мне. Так, смотри, мы изобрели просто гуляя, то есть у нас нет цели, потому что то озеро, на которое собирался идти, это озеро для игры в гольф. Был момент, я, возможно, его вставлю. Просто шел в неизвестном направлении, у нас время есть, в принципе, 9.11. Я думаю, где-то в 9.20 начнем обратный путь. К чему вся история? Мы изобрели в какой-то RV парк. То есть вот люди паркуют свои дома на колесах, просто показываю, вот так вот люди живут. Вот его пикап-трак. Он приехал, арендовал автопарков, поставил тревер, отсоединил, припаркал машину. В случае необходимости поезда в магазин, он берет машину, едет в магазин, покупает продукты. Здесь, как я понимаю, вот эти вот трубы по канализации, то есть вода, туалет, вон провод, розетка, свет. Вот здесь тоже вода, видишь? Каждый обустраивает свою зону комфорта. То есть в целом очень интересный образ жизни. Вот у ребят зона для игры в крикет. Я надеюсь, что эта игра именно так называется. Могу ошибаться, давайте подскажете вы мне. Вот у них красивейшая зона отдыха. Вот мусорка, женщина на велосипеде поехала. Смотри, здесь большая платформа, асфальт, даже свой гаражик какой-то есть. Ну это назовем warehouse, склад. Скорее всего, а видишь, даже полноценный автобус. Огромный дом, своя асфальтированная дорога, пикап-трак 350-й. Старенький, сразу видно. Кстати, видишь, с такой функцией, то есть он его спокойно тянет. Пальмочки, катерочек. Чуть-чуть прогулялись, уже у нас 9.16. Зайдем еще в какую-то улицу и будем вести путь в обратную сторону. Если честно, судя по погоде, возможно дождь. Субтитры сделал DimaTorzok